Приветствую вас, друзья мои! Я приглашаю вас на прогулку по Риму. Мы пройдем через Фламиниевые ворота и попадем на Народную площадь Ятца-дель-Пополо. Обелиск, который находится в центре площади, часто называют обелиском Фламинио. Его название связано с именем античной улицы Виафламиния, которая проходила здесь. Можно сказать, что это был первый обелиск, который римляне привезли из завоеванного Египта. Его привезли по распоряжению императора Августа. Обелиск относится к XIII веку до н.э. Обелиск времен фараона Рамзеса II. Первоначально в античном Риме обелиск был установлен в центре Большого цирка. Эту часть, где стоял обелиск, называли спина. Она разделяла арену на две половины. Тем самым спина препятствовала переходу состязавшихся колесниц с одной части арены на другую. Спина была украшена обелисками. А в 1589 году по решению папы Сикста V обелиск перенесли на Пьяце-дель-Пополо. Если бы мы оказались на Пьяце-дель-Пополо в средние века, мы бы увидели только площадь, стену Аврелиана и большие ворота. От площади отходила прямая улица Виалата, сейчас это Виа-дель-Корсо. В начале 16 века площадь была соединена с портом Репета, была проложена еще одна прямая улица. Сейчас она носит название Виа-де-Репета. Спустя еще некоторое время была проложена Виа-дель-Бабуина. И получился так называемый трезубец – три главные улицы, которые отходят от площади. В 1589 году на площади был поставлен обелиск. Высота обелиска почти 25 метров. Площадь приобрела окончательную форму и вид благодаря проекту Джузеппе Володье. Это был уже 19 век, 1823 год. Архитектор Джузеппе Володье установил вокруг обелиска львов и получился замечательный комплекс фонтанов. На улице Репета в начале 20 века на этом месте была молочная ферма. Затем ее купили два брата Розати и перестроили в бар, который назвали «Кафе Розати». Бар быстро приобрел популярность. Его стали посещать художники с соседней улицы Маргута. А в 50-е и 60-е годы здесь часто можно было увидеть не только художников, но и режиссеров. Вот так просто, проходя в то время по площади, в кафе Розати можно было встретить Федерико Феллини, который часто встречался здесь со своими друзьями. Жители Рима и гости города еще спят, но я люблю просыпаться рано. В 5 утра я уже на ногах и готова к утренней пробежке. Иногда утреннюю пробежку в своем районе я заменяю на утреннюю прогулку по центру Рима. Поэтому очень часто в моих видео можно увидеть мало народу. Я подключаю к телефону наушники и слушаю главы любимых книг о Риме. Гуляю, заглядываю в открытые дворики, очень люблю их. Прохожу по улицам, где гуляли главные герои книг, и радуюсь каждому новому дню. КОНЕЦ На наших прогулках по Риму мы очень часто говорим о Бернине. И некоторые ошибочно думают, что фонтан Треви – это тоже работа Бернине. Папа Урбан VIII поручил Бернине построить фонтаны в Риме. И примерно в 1640 году Бернине немного расширил площадь, наметил, где будет стоять фонтан и в какую сторону будет повернут. И еще какие-то работы были сделаны. Но работы над фонтаном быстро закончились, не успев начаться. Папа Урбан VIII умер, а новый папа Иннокентий X имел свои планы для украшения города. Как вы помните, при правлении папы Иннокентия X была благоустроена и украшена площадь Навона, на которой находился дворец папы. Эту площадь я вам очень часто показываю. Так вот, работы Бернини над фонтаном Треви быстро закончились. Но идея, где будет находиться фонтан, была воплощена. Работа над фонтаном возобновилась почти через 90 лет, в 1731 году. Был проведен конкурс «Итак, перед нами фонтан», автором которого является Никола Сальвик. Работа над фонтаном длилась 30 лет. Перед знаменитым фонтаном Треви стоит церковь святых Винченцо и Анастасио, которая может похвастаться красивым фасадом в стиле барокко. Фасад церкви украшают колонны – шесть наверху и десять внизу. Колонн так много, что, кажется, эта церковь находится в Тростниковой роще. Церковь была построена по распоряжению кардинала Мазарини. На фасаде церкви мы видим шляпу кардинала и герб. Их поддерживают ангелы. Чуть ниже мы видим женский бюст. Ходили слухи, что это племянница кардинала Мазарини и первая любовь французского короля Людовика XIV. Эту девушку звали Мария. А их любви даже написаны книгой. Мария и Людовик были практически неразлучны. Но женой и любовницей короля эта девушка так и не стала. Она считала, что связь добрачного союза осквернит их любовь. Да и Мария понимала, что любовницей Людовика было много. Он гулял с ними и забывал через неделю. А она по-настоящему любила Людовика. И хотела быть единственной и неповторимой. Людовик решил жениться на Марии. Он даже попросил руку Марии у кардинала Мазарини. Но по политическим соображениям, в пользу интересов государства, влюбленную пару все время пытались развести. И развели. Людовику искали более подходящую пару. Жениться по любви слишком большая роскошь, которую короли не могут себе позволить. Людовик женился, Марию выдали замуж, но в своих браках они были несчастливы. Что касается их любви, то они пронесли ее по всей жизни. Недалеко от фонтана Треви находится Кверинальский дворец. Отсюда даже можно рассмотреть развивающийся флаг. Когда во дворце была папская резиденция, а она находилась там до 1870 года, церковь относилась к папскому приходу. В этой церкви хранятся сердца 30 пап. Обычай бальзамировать тела умерших пап вошел в употребление в конце 16 века. И был отменен только Пиел X, а это уже было в начале 20 века. В церкви хранятся сердца 30 пап. От Сикста V до Льва XIII. Считается, что сердце было скоропортящимся органом. Его удаляли и помещали в отдельную урну. Сикс V начал масштабное строительство на холме Кверинал. И именно с этого папы начали хранить в церкви сердца. Они находятся в урне за апсидой в подземной часовне. На стенах находятся две мемориальные доски, где написаны имена всех пап, чьи сердца находятся здесь. В этой же церкви похоронена княгиня Зинаида Волконская. Она хотела быть похоронена в соборе святого Петра, но ей в этом отказали. Но и ведь эта церковь тоже считается очень важной. А еще в этой церкви есть небольшая табличка с именем Бартоломео Пинелли. Без памятника и надгробия, просто табличка. Бартоломео Пинелли был итальянским гравером и художником. Было посчитано, что он создал около 4 тысяч гравюр и 10 тысяч рисунков. В своих работах он запечатлел народные костюмы, показал сцены жизни римлян, отбыта, игры, праздников. И самая большая ценность его работ заключается в том, что мы до сих пор можем рассматривать Рим конца XVIII и начала XIX века и сравнивать, как он изменился. И много в его работах можно рассмотреть исчезнувшего Рима, Рима, которого больше нет. Это как документальное кино в картинках. Бартоломео Пинелли родился в Риме в 1781 году в итальянской семье в районе Трастевери. Дома этого больше нет, но на этом месте находится бронзовый бюст в его честь. Его отец был мастером по обработке керамики, однако Бартоломео больше всего нравилось рисовать. Его всегда видели блуждающим по Риму в сопровождении двух больших собак и с палкой в руках. Он был влюблен в Рим. И в своих работах он сосредоточил все свои чувства к вечному городу. Героями его работ стал простой народ, их традиции и промыслы. Рисунки Бартоломео Пинелли по-прежнему способны заставить нас представить Рим, его жителей и народные традиции. Как и у любого человека, у Пинелли были свои минусы. Он был очень вспыльчивым. В Риме в то время рассказывали анекдот про Пинелли. Однажды Пинелли, раздраженный скрипкой соседа, который жил внизу, пошел к нему жаловаться. Но тот ответил ему, что он находится дома и будет делать все, что ему заблагорассудится. Не моргнув глазом, Пинелли вернулся домой, залил пол водой, закурил трубку и начал ловить рыбу. Когда сосед в панике постучал в дверь, он ответил точно так же. «Это мой дом, и я ловлю рыбу сколько хочу». Пинелли был очень вспыльчивым, и многим это не нравилось. Может быть, поэтому его смерть окутана тайной. Он умер в возрасте 54 лет. В церкви находится только табличка. Все следы его тела утеряны. После неоднократных поисков уже в XX веке гробницу так и не нашли. Кто-то утверждает, что Пинелли был похоронен, а потом тело его было выброшено, так как его считали недостойным лежать рядом с останками пап. Загадка остается загадкой. Утро – самое лучшее время, чтобы заглянуть на продуктовый рынок. Здесь вовсю идет торговля. Рядом с рынком Кампо де Фиори есть маленькая площадь. Она знаменита не только рестораном «До Панкрацио», который находится на руинах театра Помпея, а он был построен в 50-х годах до нашей эры, но и тем, что на этой маленькой площади в XIX веке сидел писарь, который помогал влюбленным выразить свои чувства на бумаге. Писарь весь день сидел на табурете, вооружившись пером и чернилами. Он писал любовные письма. Услуга написать письмо стоила 6 монет, если письмо, адресованное девушке или возлюбленному, было обычным. 8 монет, если оно было пылким. И 10 монет, если заказчик хотел в конце письма написать стихи. К писцу часто выстраивалась очередь. И это опять рисунки Бартоломео Пинелли. А это ресторан «Де Панкрацио», который находится на руинах античного театра Помпея. Если эта площадь совсем крошечная, то с другой стороны рынка есть площадь уже побольше, площадь Форнези. Я хочу показать вам милый и уютный римский дворик. В маленьком фонтанчике плавают рыбки и черепашки. Жаль, что у меня в кармане нет кусочка хлеба, я бы их накормила. А вот Орест Кипренский, русский художник, всегда носил в кармане хлеб. Он подкармливал римских собак. Но про Кипренского расскажу в следующий раз. На этом, дорогие друзья, наша прогулка заканчивается. Всего вам хорошего и до новых видео, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok